Здравствуйте, вы на канале Евгена Роста и специально для ВЭК мы продолжаем рисовать наш столик. Итак, приступим. Во вкладке Modify мы выберем инструмент, который называется Roll Fillet. И выберем верхнюю поверхность нашей столешницы и нижнюю. Инструмент нам пока не дает выбрать сразу две поверхности, потому что у нас здесь не нулевое значение. Введем здесь вместо трех миллиметров значение 0 и мы можем выбрать нижнюю поверхность. Хорошо, теперь мы задаем здесь размер 3 миллиметра. Можно выбрать даже, например, 4 миллиметра. Окей, хорошо. Также во вкладке Modify мы выберем инструмент, который называется Fillet. И выберем вот эти вот ребра. Зададим значение 4 миллиметра и нажимаем ОК. У нас появились вот такие вот скругления. Они нужны нам для того, чтобы после нанесения текстур задания материалов данных тел был, а столик был больше похож на настоящий. Итак, теперь также во вкладке Modify мы выберем инструмент Chamfer. Это фаска. Выберем его. И левой клавишей мыши. Будем прокликивать вот так вот ребра. Снизу ножек нашего стула, нашего стола, простите. Повторим данную операцию для всех четырех ножек. И зададим для начала 5 миллиметров. Но это мало. Давайте для наглядности зададим 10 миллиметров. И нажмем ОК. Хорошо. Но мы видим, что наш стол как будто бы летает в воздухе. Давайте создадим для него некоторую поверхность. Пол. Для этого кликнем по нижней поверхности ножки. Левой клавишей мыши. Выбрали эту поверхность. Потом кликнули правой клавишей мыши. И выпадающее меню. Выбрали Create Sketch. Теперь у нас создался эскиз на поверхности нижней этой ножки. И я выберу инструмент, который называется прямоугольник по двум точкам. Находится здесь Rectangle. Two Point Rectangle. Он также находится на панели быстрого доступа к инструментам. Поэтому я просто кликну его. И приблизительно вот в таком масштабе я его нарисую. Немножко подвигаем нашу модель. Да, наш столик стоит на вот этой поверхности. Хорошо. Теперь применим операцию Extrude из вкладки Create для данного профиля. Но надо обратить внимание, что здесь еще там необходимо выбрать вот этот элемент. Зададим размер 10 миллиметров. И в графе операция выберем NewBarry, чтобы у нас было новое тело. Нажмем ОК. И в браузере мы можем действительно отключить и включить поверхность пола. Теперь мы перейдем в другое рабочее пространство. Нажмем на модель. И здесь вот выпадающее меню. Выберем Render. Когда мы наводим кроссор мыши и задерживаем, появляется такой самолетик. Нажмем левой клавишей мыши. И мы перешли в рабочее пространство под названием Render. Наверное, у вас немножечко здесь все по-другому. Потому что я уже поиграл с рабочими настройками окружения. Я их верну до унасерок по умолчанию. Нажмем Close. Вот так вот. Первое, что мы сделаем. Зайдем во вкладку Appearance. Вот это вот. Этот шарик такой. И зададим наши материалы для нашего столика. Сейчас я так сверну все это. Вот в таком диалоговом окошке мы увидим библиотеку материалов. Кликнем на Wood. Finished. И скролингом посмотрим вниз. Выберем Unfinished. Давайте выберем Cherry для столешницы. Прямо перетаскиванием. Путь Oak. Это будет Пол. И Walnut. Для какой-нибудь одной ножки. Например, применим. И видим, что все материалы, которые мы применили к нашему проекту, они отображаются отдельно вот здесь. Соответственно, мы теперь можем взять отсюда материал и перетащить на те ножки, к которым мы еще не применили данный материал. Вот так сюда приблизим. Можно кликнуть правой клавишей мышки по материалу Cherry и нажать Edit. Появляется диалоговое окошко. Можно отмасштабировать нашу текстурку. Будет вот так вот. Повернуть можно. Ну и изменить данный параметр Reflectance. Это способность отражать. То есть, как будто бы данная поверхность заполирована. Шероховатость я сделал чуть-чуть поменьше. Нажму Done. То же самое я сделаю для ножек, которые сделаны из материала Walnut. Немножко измени масштаб, хотя это не принципиально. Так, поменяю только отражение Reflectance. Нажму Done. И для материала O.O.G. Также применю операцию Edit. Поверну на 90 градусов наш пол, текстурку досок. И изменю масштаб. Ну, сделаю помельче. Пусть будет вот так вот. И нажим клавишу Done. Закроем данное диалоговое окно. Кнопочкой Close. Нажав на колесико мышки, я поворачиваю тактилу, наши тела. И посмотрю. Выберу вид какой-нибудь. И перейду во вкладку Scene Settings. Выберу здесь Color. Кликну по темному. Нажму Apply. Ну, нажму ОК. Выберу равномерный цвет заднего фона. Также я могу поменять яркость. Ну, пожалуй, другие настройки мы сейчас трогать не будем. Нажму Close. И мы можем, нажав на клавишу In Canvas Render, запустить локальный рендер. Либо нажав на чайник, запустить облачный рендер. Для этого необходимо выбрать здесь Cloud Render. Final. Сейчас произойдет некоторый расчет времени. После чего мы нажмем клавишу Render. И запустится облачный рендеринг. Потом по его завершении внизу появится вот такое вот изображение. Он показывает, что приблизительно время займет 20 минут. Здесь можно выбрать форматы, которые мы хотим получить на выходе. Ну, например, нажмем Render. Для этого необходимо сохранить документ. Поэтому произошло автосохранение. Так, небольшое подвисание. Да, появилось сообщение в правом нижнем углу, что облачный рендеринг запущен. Внизу появилась дополнительная картинка с такими часиками. Вот на ее месте. По завершении рендеринга появится изображение, которое можно будет скачать. Также процесс рендера можно запустить локально на компьютере. И наблюдать за этим процессом, нажав данную клавишу In Canvas Render. Нажимаем на нее. Видим просып точек. В правом нижнем углу мы видим вот такой вот ползуночек. Мы можем потянуть, переместить. И чем правее данный ползунок, тем качественнее на выходе будет картинка. Также можем нажать паузу. Можем опять нажать Render. Запустить. Каждый раз, когда я вращаю наш столик, происходит перерасчет всего. Я вот так поближе все это пододвину. Вот и... Рендер перезапускается. Мы видим, что чем дольше он осуществляется, тем более качественную картинку мы на выходе получаем. Итак, на этом задании, на этом наш пример мы закончим. В следующих занятиях мы будем создавать некоторые элементы дополнительного окружения, которые мы будем размещать здесь на столе. Пока что спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.